Первая неделя октября прошла довольно активно для дублирующих команд ЦСКА. На площадке училища Олимпийского резерва номер 2 было сыграно 6 матчей за 6 дней. 2 матча в рамках высшей лиги и целых 4 встречи молодежного первенства. Подробнее об играх в нашем дайджесте. 30 сентября в училище Олимпийского резерва номер 2 было многолюдно и шумно как никогда. Активные болельщики после уверенной победы ЦСКА над Волгоградским Динамо Синарой решили поддержать наш дубль матча высшей лиги, где подопечные Леонида Воронина принимали на своей площадке Уфу Алису. По итогам двух встреч опыт взял верх над молодостью и команда из Республики Башкортостан одержала победы со счетом 27-32 и 24-30. В турнирной таблице ЦСКА МСОР номер 2 занимает 6 место с тремя очками. Подопечные Леонида Воронина за 6 матчей одержали 1 победу, 1 раз сыграли в ничью и 4-жды уступили. Следующие матчи наша команда проведет 11-12 ноября. На своей площадке ЦСКА МСОР номер 2 примет Волгоградская Динамо Синару УОР. Гораздо приятнее дела обстоят у самой младшей команды ЦСКА 2 МСОР номер 2. Подопечные Романа Лишенко успешно стартовали в новом сезоне молодежного первенства, одержав победы в первых шести матчах. На этой неделе москвички провели 4 домашних игры. 2 и 3 октября на своей площадке ЦСКА 2 принимал Астраханочку ШОР и одержал в обеих играх очень уверенные победы со счетом 35-18 и 34-17. Через день подопечные Романа Лишенко принимали Динамо Синару 2. Волгоградки тоже подошли к матчам с ЦСКА 2 без потери очков и именно в Москве определялась, чья победная серия прервется. Первая игра завершилась упорнейшей победой ЦСКА 2, где после ничейного первого тайма москвички завладели инициативой во второй половине встречи и смогли довести матч до победного конца со счетом 29-26. Однако вторая игра прошла с точностью до наоборот и уже гонболистки Динамо Синары 2 захватили преимущество и не позволили хозяйкам площадки перевернуть исход в свою пользу. Со счетом 25-27 армейская команда потерпела первое поражение в сезоне. В интервью при службе ЦСКА Роман Лишенко подвел итоги этой встречи. Не скажу, что прям сильно что-то изменилось по сравнению с прошлым матчем. Сегодня мы сделали больше ошибок, чем Волгоград в прошлой игре. Поэтому счет на табло допустили много действительно своих ошибок, таких невынужденных, которые неминуемо прилетели в наши ворота. Сегодня очень хорошо также у нас сыграл вратарь. Где-то нам не повезло с отскоком. Не люблю выделять кого-то отдельных игроков, но определенно Даша Гаврилова в воротах действительно нам помогала. Все четыре матча она очень старалась и с хорошим процентом результативности. Даже не то, чтобы процент в нужные мячи она все-таки отбивала. Поэтому, наверное, ее выделю. ЦСКА-2 занимает второе место турнирной таблицы, набрав 18 очков в 10 турах. Теперь в молодежной первенстве осталась лишь одна команда, ни разу не проигравшая 10 встреч, звезда УОР. И именно со Звенигородками, являющимися единоличными лидерами чемпионата, ЦСКА-2 встретится в следующих матчах 19 и 20 октября. Ожиданиями от этой встречи поделился Роман Лишенко. Будем настраиваться на каждый матч. Мы всегда играем на победу. А игра покажет, как вчера она показала, как сегодня. Поэтому нормальные ожидания, нормально едем сражаться. Продолжение следует...